ну и как же сделать такую гирлянду первым делом я вырезаю на картоне символ года это елочки у каждого может быть символ года свой у меня вот такие вот зеленые елочки также из бумаги я вырезаю разные снежинки вот таких вот размеров вот как вы видите две снежинки помещаются на ладошке снежинки конечно же вырезать я не буду показывать в интернете можно найти очень много-много способов также нам нужна бечевка но можно использовать новогоднюю ниточку то есть красно-белую рождественская нить не помню как правильно она называется также нам на помощь придет шило ножнички ну и конечно нам понадобится крючок так как мы будем надевать наши елочки вот так вот на бечевку и крючком оказалось намного проще ну и все склеивать я буду малярным скотчем чтобы не испортить мебель шилом проделываем дырочки в нашей елочки ну и крючком будем надевать на нашу бечевку стараемся все делать на одинаковом расстоянии оставлять немножко здесь пробел для того чтобы одеть наши снежинки ну и вот так вот сейчас получается у нас гирлянда и так проделываем до конца ну и теперь мы будем привязывать наши снежинки между елочками для этого нам понадобится белая нитка я пробовала на бечевку сразу говорю смотрится не очень красиво поэтому лучше использовать просто простую белую ниточку длину можно кстати регулировать делать где-то выше снежинка где-то ниже это уже смотрите как вам нравится и как вам подойдет вот так вот надеваем на ниточку и привязывая сразу говорю что привязывать не нужно прям к самой бечевки а делать просто вот такой вот узелок потому что когда вы потом будете вешать эту гирлянду вдруг что-то нужно будет передвинуть подвинуть и очень удобно когда наша снежинка просто вот так вот одета ну и все проделываем вот так дальше для следующей гирлянды нам понадобится вот такие вот сушеные апельсиновые дольки как делать это я обязательно потом покажу также нам нужны будут вот такие вот апельсиновые фигурки мандариновые фигурки они у меня разные это тоже как делать я обязательно вам покажу также нам понадобится новогодние игрушки я использую небольших размеров ну и конечно понадобится веревочка я использую такую вот шерстяную белую веревочку но сейчас я покажу как делать вот такие вот апельсиновые дольки я использую необычный способ то есть не используя духовки поэтому если интересно конечно продолжаем смотреть а и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Апельсиновая кожура Я использовала мандариновую, но мандариновая очень хрупкая и мне не понравилась. Поэтому использую апельсиновую. Чистим апельсин вот таким вот образом, чтобы как можно больше объёмом получилась наша кожура. И следующие нам понадобятся разные формы. Я использую, кстати, пластиковый. У меня толстый хороший пластик. И сейчас мы будем вырезать еще пару фигурок для нашей гирлянды. Вот у нас получился вот такой колокольчик. И сразу, пока здесь не высохла кожура, мы сделаем отверстие для нашей ниточки. Из оставшихся кусочков, если у вас есть намного меньше, чем у меня звездочка, можно тоже все вырезать. Но у меня, к сожалению, она больших размеров. И из этой мы сделаем двойную звезду. Сделали большую, а теперь сделаем маленькую. И вот так можно наделать очень большое количество разных-разных фигурок. Ну и последний этап, это берем нашу нитку. Сейчас мы будем измерять нужной длины, нужной высоты, так можно сказать, веревку. Сразу говорю, что лучше использовать кусочки разной длины, чтобы наши вот эти вот все заготовки не были на одном уровне. Мне кажется, так намного красивее. Ну вот и все. Заготовки я, как вы видите, подготовила. Где длиннее, где короче. Все вот так вот распределила. И сейчас остается нам вот эту всю красоту развесить в хаотичном порядке на любую люстру.